Всем привет! С вами смартфон UA и Blackview A30. Он интересен своим ценником и внешностью, ярким элементом которой является экран с вырезом. При этом корпус компактный, а диагональ дисплея 5,5 дюймов. Цена 90 долларов, что делает устройство очень конкурентоспособным. Подробности далее. Blackview A30 очень отличается от сотни других моноблоков с ценником до 100 долларов. Потому что похож на iPhone X. Особенно если одет в чехол. Последний пригодится и в том случае, если хотите сохранить внешность в идеальном состоянии, даже при интенсивной эксплуатации. Силикон черного цвета, не глянцевый. Очень приятен на касание. Он хорош тем, что не собирает на себе отпечатки пальцев и на нем не видно пыли. Также он не выглядит дешевым. В дополнение к чехлу производитель добавил в коробку с телефоном руководство пользователя, кабель и зарядная 5 вольт 1 ампер. Не менее интересна и обратная сторона модели А30. Здесь пластик имеет рифленую структуру. На ощупь это приятный и практичный материал. На нем вообще не остается следов. Даже если руки у вас не самые чистые. Крышка синего цвета. В общем получился очень практичный гаджет. Габариты Blackview A30 тому подтверждение. Управление одной рукой возможно. Расположение функциональных элементов следующее. Справа две кнопки, сверху аудио выход, снизу микро-USB порт, динамик и микрофон. Громкость мультимедийного динамика высокая, но звучит он просто. Разговорный динамик голос собеседника не искажает и позволяет общаться даже в шумных местах. Тыльная крышка плотно прилегает к основе корпуса. По счастью, сборки претензий у нас нет. Панель съемная, как и аккумулятор под ней. Без его снятия вставить сим-карты формата nano не получится. Это же касается и карты памяти. В панели есть прорезь под площадку с двойной камерой и вспышкой. Ободок по кругу защищает пластик над матрицами от царапин и повреждений. Уверенный корпус Blackview A30 понравится своей компактностью и эргономикой. Экран у модели A30 большой, 5,5 дюймов, но с разрешением 1132 на 540. Соотношение сторон 19 к 9. Это лучшим образом повлияло на ценник, хотя небольшую пикселизацию при детальном рассмотрении увидеть можно. IPS-дисплей выполнен по 2,5D технологии. Это удобно и для удержания в руке, и при навигации пальцами по стеклу. Сенсорный слой одновременно обрабатывает до 5 прикосновений, а леофобное покрытие слабое. Яркость регулируется вручную или автоматически и ее максимум достаточный при работе на ярком солнце. Хотя картинка выгорает существенно. Углы обзора хорошие. У Blackview A30 четырехъядерный процессор Mediatek с частотой 1,3 ГГц. Это не очень производительный чип, который набрал почти 19 тысяч баллов в Antutu. Ожидать от бюджетной трубки большего и не стоит, главное, что простенькие игры запускаются. Процессор работает в паре с графикой Mali 400MP и 2 ГБ оперативной памяти. Железо гарантирует покупателю отзывчивую работу интерфейса. Хранить контент с камерой и устанавливать приложение есть куда. Производитель предлагает 16 ГБ встроенной памяти. Хранилище расширяется накопителями microSD до 128 ГБ. Поддержка OTG не предусмотрена. Чипсет модели Blackview A30 позволяет пользоваться сетями 2G и 3G. Нареканий на качество приема за две недели теста не возникло. 4G нет. Формат слотов nanoSIM плюс nanoSIM. Карта памяти устанавливается вместо одной из симок. Из проводных сетей в смартфоне есть поддержка Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц и Bluetooth 4.2. За навигацию отвечает чип GPS плюс AGPS. В смартфоне Blackview A30 установлена батарея на 2500 мАч. В режиме реальной эксплуатации ее хватает не более чем на один день. Полная зарядка займет не более двух часов комплектным блоком на 5 вольт 1 ампер. В телефоне присутствует только стандартный для Android режим энергосбережения. Подтвержденный нами расход аккумулятора следующий. Просмотр видео в YouTube на яркости 100% забирает 27% батареи в час, на яркости 50% 22% батареи в час, на яркости 10% 15% батареи в час. Простые аркадные игры при яркости 50% забирают 12% батареи за полчаса. Замеры сделаны при включенном Wi-Fi, GPS и двух установленных сим-картах. За фото возможности в модели A30 отвечает основная камера на 8 плюс 8 мегапикселей. Видео записывается в разрешении Full HD. Режимы съемки и некоторые примеры от снятого контента перед вами. Ссылки на исходники фото и видео есть в описании к этому ролику. Как видите, контент получается среднего качества, но субъективно лучше, чем у других бюджетников. Фронтальная камера на 5 мегапикселей. Максимальное разрешение для видеосъемки VGA. Нужно понимать, что для Instagram этого мало, а вот для общения в мессенджерах ее достаточно. На смартфоне установлен Android 8.1, который дополнен возможностью разблокировки сканированием лица. В отсутствие сканера отпечатка пальцев это пригодится. Срабатывает в Face ID корректно, если при активации пользователь смотрит прямо во фронтальную камеру. Из смарт-функций доступны запуск приложения рисованием по экрану, скриншот тройным прикосновением и другие. Что ж, Blackview A30 это добротный и стабильно работающий смартфон на Android 8.1 в компактном корпусе. Трубка интересна большим дисплеем с соотношением сторон 19 к 9. Процессор у А30 слабый, но 2 гигабайта оперативки очень выручают. Учитывая ценник в 90 долларов и выше озвученные плюсы, рекомендуем обратить внимание на этот телефон при выборе 5,5 дюймовой бюджетной трубки. Если возникли вопросы, задавайте их в комментариях. С вами был Андрей и смартфон UA. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok